После того, как Карачаево-Черкесия перешла к третьему этапу снятия ограничений, борцы спортивной школы Тиберды возобновили тренировки. Сначала занятия проводили на свежем воздухе, соблюдая дистанцию, а теперь и в спортивном зале. Из живописной Тиберды репортаж Аллы Динаевой. Спортивная школа вольной борьбы в Тиберде приходит в себя после пандемии и постепенно возвращается к обычному ритму жизни. В борцовском зале собираются ребята, возобновились тренировки и теперь весь день спортсменов расписан по минутам. Делаем дыхательную гимнастику после тренировки, потом делаем окунание в воду, которая не в саму речку, а рядышком. Но тоже вода прохладная, максимум градусов, наверное, плюс 7. И как бы этот тонус поднимает, иммунитет поднимает. Это такой метод знаменитого Вима Хоффа, ледяного человека. Ну мы так, без фанатизма. Как давно практикуете? Я сам давно практикую это, а детям начал навязывать, вот как потеплело летом. Надеюсь, что переведем это и на осень, и потом и на зиму. Летние каникулы школьников, профессионально занимающихся вольной борьбой, длятся всего один месяц. Потому что тренер повышает нагрузки и в среднем ежедневно вольники проводят 3-4 часа в спортзале. На сегодняшний день 80 мальчишек Тиберды посещают борцовский зал, и каждое наставление тренера для них ключ к успеху. Сказали правую ножку, прошли влевую, встали с ногой. Еще раз. Хотя спортшкола борьбы в Тиберде еще молодая. Некоторые спортсмены уже заработали звание кандидатов в мастера спорта. Но это не предел мечтаний, и надо двигаться дальше к чемпионатам Европы, мира и самое главное к Олимпиаде, говорит тренер Шамиль Акаев. В первый раз меня привел на борьбу отец. Это было лет 5-6 назад, наверное. И тогда у меня такого большого желания не было заниматься борьбой. Но потом по чуть-чуть вот так вот втянулся, и сейчас очень люблю тренироваться. Когда дети серьезно увлекаются спортом, родители могут быть спокойны, что улица их не заберет, ведь у этих молодых людей уже есть определенная мечта стать чемпионом, и они упорно идут к своей цели. А на вопрос, что нужно, чтобы стать успешным спортсменом, у них у каждого свой ответ. Желание. Хорошо тренироваться. Цель и тренировки. Дисциплина. Усердствия и желания. Дух. В Тиберде секция вольной борьбы появилась здесь 12 лет назад, и не было даже борцовского зала. И спортсмены скитались и тренировались в помещениях без условий, но несколько лет назад все изменилось. Родитель, кстати, его сын был членом сборной команды России не один год, Бородина Базалиев. Вот он построил вот такую замечательную базу, огромный зал спортивный на два ковра, тренажерный зал здесь есть. База принимает спортсменов разного уровня. И мы тоже подключаемся к сборам, это тоже как бы способствует росту нашему. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия, Циберда.